Друзья, всем привет! В 2019 году компания Motorola воскресила свой легендарный телефон-смартфон под названием Razer. Это был первый гнущийся смартфон компании. И вышел он, в общем-то, удачным. Там за первый час начала продаж раскупили полностью все экземпляры. В общем, успех был. Далее у нас была вторая версия 5G. Смартфоны крутые, ностальгические. В общем, все в них было хорошо, кроме одного пункта. Это цена. Слишком дорого, тем более ближайший конкурент, такой гигант, как компания Samsung, выпускает свои Galaxy Fold и Flip гораздо дешевле, чем Motorola свои Razer. И вот на днях инсайдеры заговорили о следующем поколении данного смартфона. Motorola Razer уже три. Компания для нас с вами готовит новиночку, и по заверению тех же самых инсайдеров, она будет дешевле, чтобы теперь конкурировать с Flip 3 и тем более с Flip четвертого поколения. В общем, давайте обо всем по порядку. Если вам интересно, усаживайтесь поудобнее и погнали! Новинка получит основной OLED-дисплей на 6,7 дюймов с разрешением Full HD+, 1080 на 2400 точек, с частотой обновления в 120 Гц. Данный дисплей будет поддерживать HDR10+. И данный дисплей будет выполнен по технологии LTPO. То есть, частота обновления в данном экране будет переменной от 1 Гц до 120 Гц. Если вы смотрите какую-то динамичную картинку и играете в шутер, то ваш дисплей сможет задействовать все 120 Гц. Если же вы читаете ленту, какую-то книгу, в общем, картинка у вас не двигается или не слишком динамичная, то дисплей сможет работать и на 1 Гц, и на любом значении от 1 до 120, 10, 15, 45, 37 и так далее. Второй дисплей внешний, который присущ данным смартфонам в данном форм-факторе, будет на 3 дюйма. Это существенное отличие от предшественника, так как в Motorola Razr 5G был внешний дисплей на 2,7 дюйма. Здесь на 3 дюйма дисплей с годами увеличивается, и данные дисплеи с годами становятся более информативными, что не может не радовать, и данные дисплеи можно использовать также для своих селфи-снимков. Это очень удобно делать селфи на заднюю камеру. В сердце новинки будет располагаться самый мощный процессор от компании Qualcomm. Snapdragon 8 Plus Gen 1. По оперативной памяти для пользователя не будет никакого выбора. Здесь будет лишь один вариант, но он очень крутой. LPDDR5 память на 12 ГБ. А вот по внутренним накопителям для пользователя будет выбор. Здесь два варианта на 256 и 512 ГБ. UFS 3.1 памяти. Также инсайдеры сообщают, что изначально смартфон выйдет только в черном цвете, а затем могут появиться и другие. Еще из интересного по коммуникациям это Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, датчик NFC естественно в комплекте, и возможно некоторые инсайдеры сообщают о влагозащищенности по стандарту IPX8. Прямо из коробки новинка будет работать на операционной системе Android 12. За автономность Motorola Razr 3 будет отвечать батарейка на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки. На задней стороне смартфона будет располагаться блок камер, состоящий из двух модулей, но пока о них никакой информации от инсайдеров нет. Здесь я говорю это для того, чтобы вам рассказать информацию о том, что данный смартфон третьего поколения будет практически в том же дизайне, что и предыдущая модель Razr 5G. Поэтому вот такой вот форм-фактор, вот такой вот дизайн с двумя камерами. В принципе дизайн хороший, и еще нужно учитывать то, что дисплей у нас увеличился на этой задней стенке. В общем, несмотря на то, что дизайн камер и в принципе задняя стенка будет выглядеть практически одинаково, как и Razr 5G, но вот дисплейчик станет чуть больше, и все-таки внешне ведь немножечко изменится, а вообще очертание и контур будет в принципе таким же. С обратной же стороны будет располагаться фронтальная камера в виде панчхол выреза в середине дисплея сверху. И еще из интересного то, что складки на дисплее, обещают инсайдеры, не будет. В принципе, в первой версии Razr мы уже что-то подобное видели. Здесь же инсайдеры обещают, что вообще никакой складки на экране видно не будет. И это они преподносят как основное, в принципе, отличие от тех же моделей Galaxy Z Flip. Поэтому как оно будет на самом деле, поживем с вами и увидим. Ну что ж, друзья, и теперь мы с вами плавненько подходим к тому, ради чего мы здесь с вами и собрались. Цена на грядущую новинку. И здесь стоит сразу же сказать, что Motorola идет на снижение цен. Так как рядом у нас, опять же, вышеупомянутый Galaxy Z Flip 4, третье поколение Flip'а стоило на старте 1000 долларов. В России 95000 рублей. Razr 5G на старте стоило 1400 евро. И здесь складывается впечатление, что разрыв просто огромный. У Samsung с четвертым поколением Flip повышение цен не предвидится, поэтому у Motorola нужно что-то делать со своим прайсом. И они делают. Новинка будет предположительно стоить 1150 евро. Это все еще не 1000 евро от Samsung, но уже, посудите сами, на 250 евро Razr третьего поколения будет дешевле, чем предыдущий Razr 5G. Вот такие вот, друзья, новости, инсайды. Вот такой вот смартфон, такие характеристики и такие цены. Что думаете вы по поводу грядущей новинки? Обязательно отпишите в комментариях к данному видео. Отпишите вообще, ностальгируете ли вы вот по таким смартфонам серии Razr? Был ли у вас тот самый Motorola Razr, который выходил еще в 2004 году? Вот этот не сенсорный, кнопочная раскладушка. Есть ли у вас сенсорный Razr там первого поколения или Razr 5G? И если есть вот эти вот сенсорные Razr, хотели бы вы их поменять на новенький Razr третьего поколения? Или, чего уж там шутить, хотели бы вы поменять свой сенсорный Razr на новенький флип четвертого поколения, о котором я, кстати, уже рассказывал также на своем канале. Так что, кто еще не видел, переходите, подписывайтесь и смотрите. Ну а я на этой ноте буду заканчивать данный ролик. Если он вам понравился, обязательно ставьте свои царские лайки. Также подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Zen канал, на мой Telegram канал и вступайте в мою группу ВКонтакте. А я с вами не прощаюсь, мы еще увидимся в интернете. Всем пока!